Прежде всего, хочу, если вы уже говорите об истории, то хочу напомнить то, о чём говорили наши оппоненты на протяжении веков. Россию нельзя победить, её можно только развалить изнутри, что благополучно было сделано в период Первой мировой войны, точнее, по её результатам, и в 90-е годы, когда разваливали Советский Союз. И изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживали другие, чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации сегодня. Вы сказали о человеке, которого якобы отравили. Вот мы направляли многократные запросы официально от прокуратуры Российской Федерации. Дайте хотя бы какие-то материалы, подтверждающие отравление. Нет, ни одного материала. Чем это объяснить? Ну, ни одного. Вот про этот новичок или какого-то. Ну, дайте хотя бы… Ну, ладно, не хотите, братья, ещё раз. Предложили, чтобы наши приехали туда специалисты. Вместе поработали. Я лично предлагал президенту Франции, канцлеру ФРВ. Дайте нашим специалистам приехать, давайте возьмём пробу, проверим. Дайте нам основания хотя бы для возбуждения уголовного дела. Нет. Ноль. Спрашиваю, ну как это объяснить? Молчание. Так что про это не нужно говорить. Давайте перевернем эту страницу, если нечего ответить. По поводу сидельцев. Сидельцев всегда были в каждой стране, и есть, и будут. Не надо совершать уголовные преступления и прикрываться при этом политической деятельностью. Спасибо. Да. Продолжение следует...